МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иван Буслай. Белорусский эстрадный исполнитель. Родился на Могилевщине. Сирота. Вырос в детском доме. Сегодня он много и успешно гастролирует. Исполняет популярные песни, мировые хиты и романсы. Песни в его исполнении часто звучат по радио и телевидению. Как мне сказали, что моя мать меня бросила в приюте маленького. Потому что разные истории. И затем рождаются дети в приюте, потом до двух лет, и уже к трем годам их отводят в детский дом. И я в детском доме где-то жил до пяти лет. До пяти лет потом меня отправили в школу-интернат. Это Могилевская область, город Белынежи. Там я тоже прожил девять лет. Конечно, это... Знаете, меня много хотели усыновить. Я почему-то отказывался уже в лет десять, потому что я уже был самостоятельным. Там все дети самостоятельные, все за друг друга, потому что это нечто другое. Это такая большая семья. И... И многие хотели усыновлять меня, и там через год, через два, и... Мне не хотелось идти в семью почему-то. Меня хотели отправить в дом инвалида, потому что я вообще не мог разговаривать. Но я запел раньше, чем заговорил. Я там начал мучать, мучать. Я тоже был в детском доме. Мне где-то было года четыре. И тогда первая песня была, вот почему-то, Игоря Николаева «Старая мельница». Я вот ее пел, пел, мне нравилось. И вот стала вот разговаривать. Все больше и больше и больше. Но там была замечательная женщина. Она работала медсестрой там. И я помню, что она забирала меня домой постоянно. И вот она меня защищала, она меня учила, она воспитывала меня. И я не помню, как ее зовут, но я бы хотел сказать ей огромное спасибо. И, конечно, я бы хотел ее встретить и сказать слова благодарности. То, что она меня спасла. Даже, знаете, когда это было? Это было в прошлом году. В прошлом году я ездил в Могилев со своими друзьями. Вот просто нам так захотелось, вот мы поехали, давайте поселим в детский дом мы. А вот давайте. Взяли машину, сели, поехали, купили. Знаете, по несколько килограмм есть печенье вот коробками, да? Апельсины, мандарины. Мы взяли колы там, фанты. И мы ехали на обумп просто. Никому не сказав, надо было позвонить. Но мы хотели просто приехать. Пока зуху не надо устраивать, понимаете? Просто надо приехать и все. Есть новое здание построено и пару метров старое деревянное здание. Тогда я его помню, потому что там были дети постарше и помладше. А старше уже находились в деревянном в этом доме. В старом доме. Там были еще ставни, я помню. У нас в палатах было по 20 человек. Знаете, там бегали большие крысы в свое время. Очень огромные такие. Страшно было. И я когда вот сейчас приезжаю, смотрю на это, там сейчас руины. Я приезжаю в этот детский дом. И вот я хочу быть или с друзьями, или с кем-то. Я говорю, давай сходим туда. Что-то у меня тянет вот туда. Не в новое здание, а в это старое. И вот воспоминания. Там еще стоит береза, огромная береза. Тогда она мне казалась вообще гигантской. Потому что я маленький был. И все такое огромное. Турники и все. А сейчас оно такое все маленькое. Ну неужели тут же три шага. А тогда же это ж было очень все большое. И, конечно, воспоминания. И все это вот картинкой перед глазами. Как мы находились там. Как мы ели. Как мы общались, разговаривали. И вот иногда какие-то моменты мне хотелось вернуть. Вот я, почему-то меня вот всегда тянет. Даже в школу-интернат, когда я приезжаю. Это уже город Белынище. Тоже мне хочется пройти просто. Мы приезжаем или в гости, или с концертами. Мне вот если есть время, мне хочется просто пройтись по коридорам этим. В котором я ходил. Зайти в комнату, в которой я спал. Это ностальгия. Это очень здорово, когда ты помнишь. А кто что говорит. Я, конечно, их не видел, своих родителей. Кто говорит, что меня подкинули. Кто говорит, что в корзинке принесли. К порогу поставили. Я ездил по пройску. Это было в этом году. Я менял паспорт. Так случилось, что нужно ехать там, где ты родился. И я зашел, конечно, поднял все, там искал. И у нас время достаточно было. И я в архивах. И я заехал в тот приют, где действительно я родился. Где мне дали справку архив. То есть мне нужны были справки. И кто что говорит. Ну, правда все-таки. Не, у моей мамы есть имя, фамилия. Отца зовут Иван Степанович. Мама Роза Владимировна. В сельстве рождения. Хотя, знаете, как говорят, что в то время в Советское много подкидывали детей. И не знали, как их зовут. Какое имя дать. Какую фамилию дать. И, конечно, главврач давал сам фамилию. Может быть, выдумывал. Может быть, каких-нибудь друзей. Просто с головы. Чтобы ребенок был. Чтобы у него была фамилия. И имя. Очень красивая фамилия. Казимировский. Она такая. То ли польская, то ли цыганская. Даже, вот знаете, вот Казимировка, да? Перед Могилевым улицей. Казимировка. Даже вот мы с Олей приезжали с моим директором. И улица Казимирская тоже. Это так интересно. Ну, такая фамилия очень красивая, созвучная. Хотя у меня отец серб, мать цыганка. И фамилии-то вообще у цыганей постоянно встречаются. Казимировские. И все в основном ма они. Вот это, может, судьба такая. Ну, иногда фамилию нельзя менять. Потому что в каждой фамилии там свой шифр. Это вот по судьбе дается. Буслай – это бусил, да? Птица. Айс тот же, да? Вот бусил по-белорусски. Это вот птица Айс, она такая приносит счастье. Она такая независимая. И вот мы нам не решили дать этот псевдоним. Ну, я уже, конечно, к нему привык. Потому что меня все называют буслай, буслик. Как-то и поклонники уже привыкли, и люди. Как-то я уже привык к этой фамилии. Сейчас у меня проходит тур по Республике Беларусь. У меня концертная программа называется «Сыганская душа». То есть вот, душа цыганская, она очень, она открытая. Она горячая. Понимаете? И, конечно, не надо забывать, кто ты, какой ты национальности. Не нужно этого стесняться. Никогда. Я не часто пойду в сыганском языке. У меня есть несколько вещей красивых, которые я могу позволить себе спеть на концерте. Просто без музыки, как пыльно. Это песня очень грустная. И там переводится то, что умерла мать у сына, да, и он ее забыл, он приходил к ней очень много лет на могилку. И он осознал это, что он что-то не то делает, потому что мать это святой, и все-таки он решился, пришел к матери на могилку, стал просить прощения. И стал делать добрые дела. Конечно, силуэты я вижу людей, но у меня все, яркий свет, и их не видно. Естественно, когда авансцена, когда разные залы бывают, когда близко. Конечно, я даже в зал выхожу к людям. Даже на сцену кого-то к себе выбираю, на святое место. Танцуем с ними, поем. Конечно, это романс. Когда романс, конечно, ты представляешь себе образ. Или матери, или там, любимого человека. Потому что, когда поешь романс или медленную песню, очень красивую балладу какую-нибудь, ты, ты вот там в себе, ты, ну, в своем мире. Я вот больше стесняюсь, когда два человека вот сидят в аудитории, или пять человек, десять. Я, скорее, больше буду стесняться, волноваться. Потому что чем больше зал, чем мне больше нравится. Я кайфую. Мне это нравится. А когда поменьше людей, я начинаю трястись, колени трясутся непроизвольно, понимаете. Это вот всегда я перед выходом волнуюсь, потому что это, хотя, кажется, вот столько много поешь, и столько много увидел, но все равно этот страх, он вот здесь. Но волнение хорошее, приятное. А когда вот выходишь на сцену, это все проходит. Проходит. Потому что я знаю, что они тебя там ждут, что они хотят слышать твоих песен. Вот знаете, вот есть на улицах надувные сцены такие, в виде ракушки. Это было в Октябрьском городе такой, я не помню, какая область. Я пою, и там люди что-то кричат, а на меня сцена падает просто. Слава богу. Надутая. Потом было такое, что я пою. Это много раз было. Аппаратура сгорала. Помню, вся сгорала. Я палокапельно, без микрофона. Вот людям пою. Ну, конечно, когда тишина, слышно все. И пою, пою, пою. Потом опять что-то подремонтировали. Где-то еще была колонка упала возле меня. Вот такая сильная энергия, что-то его знает. Потом я вывожу замечательных женщин из зала на сцену. У них ломаются каблуки. Я иногда предупреждаю, снимайте, потому что сейчас будет нечто. Танцевать будем. Ну, у некоторых блузки. Тут пуговицы у них лопались. Прямо вот так они танцуют. Там я одну цыганскую песню пою. Прямо за высоким забором. Очень интересная песня. Ее все любят. И вот они танцуют, и все прямо рвется. Вот так. Кто-то падает. Вот бывает, ну что все. Такая бешеность, такая скорость. Все творческие люди, они не то, что они не слабые, они ранимые, скорее всего. Да, я сильный. Я считаю, что я сильный человек. Ну, я добрый человек. Я всегда всем прощаю. Все. Я наступаю дважды на грабли. Но я водолей по сути своей. Я всегда прощаюсь. Все равно прощаю людей. Хотя у меня много злазило людей. Но я их прощаю. Их Бог простит. Ну, вообще, мне радует, когда у людей все хорошо. Когда нет такой, знаете, зависти, злости. Я вообще никогда никому не завидую. Я всегда желаю всем только добра. Потому что у каждого свое в этой жизни. У каждого своя миссия. Нужно заниматься своим делом. Никогда не завидовать. Праздник, когда общаешься с людьми, с которыми ты любишь. Это праздник. Праздник, когда у всех все замечательно. Когда никто не ругается. Мы споем «Цыганскую любовь». Это одна из первых моих песен. Которая я исполнял в Сынанском музее в 1936 году. Очень красивая песня. И до сих пор ее любят, слушают. «Цыганская печаль темнее ночи. Цыганская душа светлее дня. Я все отдам, лишь только бы видеть очи Ласкающее небо и меня. Вернее, чем я, никто тебя не любит. Моя любовь от Бога мне дана. Она мое уныние уничтожит. Из мертвых воскресит меня она. Найду тебя за синими морями. Какие б не настали времена. Пока горит костер под небесами. Цыганская любовь, храни меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин